Продолжение следует... По этому случаю благовещенцы и гости города смогут стать участниками по-настоящему уникальных концертных программ. Ну и в-третьих, совсем скоро, 22 января, в зрительном зале общественно-культурного центра состоится концертная программа «Популярная классика», ставшая первой в цикле программ «Музыкальная история» от Вердида Гудвина. Сегодня о музыке, об оркестре, о планах на будущее и немного о личном. Поговорим с дирижером и руководителем оркестра Амур-Джаз-Бэнд, заслуженным работником культуры Амурской области Анатолием Ивановичем Хапатько. Вся ваша жизнь сопровождается музыкой. В каком возрасте пришла ваша любовь и уважение к ней? Ну, где-то лет в 13. Почему? Почему? Ну, тогда еще были сельские домы культуры у нас, был Мариинский сельский дом культуры, куда меня, наверное, лет 13-12. Брат привел, когда была художественная самодеятельность. Я там и начал играть на гитаре и в ансамбле. Так что вот где-то лет в 12-13. А был ли у вас в детстве какой-нибудь музыкальный кумир? Конечно, был кумир. Ну, не то, что в детстве. В детстве какие кумиры? Уже где-то подрос, когда лет 13, 14, 15. Ну, это были песняры у нас тогда, ансамбль песняры, Мулявин. Это было здорово, конечно. А сейчас есть какой-нибудь кумир? Сейчас кумир, сейчас много кумиров у нас. Все, что мы играем, это наше любимое. Выделим двоих. Самые яркие, на ваш взгляд. Самые яркие, на мой взгляд. Из нашей российской эстрады. Можно из российской, можно из зарубежной. Ну, из российской эстрады, если вот по современникам это один из таких, я считаю, продвинутых, это Агутин. Это Леонид Агутин. Ну, а зарубежных, конечно, это Гордон Гудвин. Ну, а когда-то мой вообще кумир был Бадди Рич. Это барабачик знаменитый. Мы несколько вещей прям из его оркестры играли. Довольно-таки сложная программа. Но так как играл Бадди Рич на ударных, мало кто сейчас играет. Если бы можно было выбрать всего один музыкальный инструмент, что бы Вы выбрали? Я бы, наверное, выбрал тромбон. Почему? Потому что я на нем учился. Ну, так получилось, конечно. В детстве я хотел играть, может быть, хотел вообще на скрипке. Всегда мечтал. Но у нас не было в музыкальной школе скрипки. У нас только были духовые инструменты. Ну, так получилось, что стал играть на духовых инструментах. Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? Что больше всего нравится? Больше всего нравится это люди, наверное. Те люди, с которыми я работаю. Тот репертуар, который я играю, ту музыку, которую я играю. Тех зрителей, которые ходят на наши концерты. Вот это мне все и нравится. Это я люблю. Вы строгий дирижер? Да, как сказать? Ну, дирижер, дирижер. Для кого строгий, для кого, может быть, и не строгий. Как определяется репертуар? Репертуар определяется. У нас репертуар определяем, так сказать, и один не определяем. Мы коллегиально, и музыкантами оркестра, и вообще тема концертов, и сами концерты мы определяем. С руководством, и управление культуры здесь подключается, и вся администрация нашего городского Дома культуры. Что значит, взял любой репертуар и начал играть, такого нет. У нас есть какое-то и задание, как говорится, муниципальное задание, которое мы должны выполнять. Но репертуар, соответственно, ну, верстаю-то я, как бы, ну, единолично, так и своим, как бы, я не решаю. Мы решаем коллегиально на оркестре. Есть ли у вас, как у дирижера и у оркестра, какая-нибудь планка? Не останавливаться никогда, я сразу говорил и всегда говорю. Как только оркестр перестал развиваться, перестал играть какие-то те произведения, которые нам были когда-то недосягаемы, планка всегда, она есть, и стремиться к ней надо. Мы смотрим же, как играют другие оркестры, мы учимся, мы тянемся к западноевропейским, к нашим российским, у нас в России много прекрасных оркестров, которые работают и на зарубежных площадках, и достойно представляют нашу Российскую Федерацию за рубежом. Так что есть, кому стремиться, есть у нас, я говорю, есть и джазовые оркестры, и симфонические, но нам не хватает то, что мы, как сказать, город небольшой, будем говорить, дальневосточный, у нас не хватает музыкантов, это самая большая проблема нашего всего Дальнего Востока. Дирижер всегда ассоциируется с дирижерской палочкой, но вы дирижируете руками. Ну почему всегда, не все дирижеры дирижируют палочки, это классические в основном, ну, лишь бы музыканты понимали. Тут не зависит, чем ты дирижируешь, палочкой или рукой, левой, правой, главное, чтобы тебя понимал оркестр. Вот это самое главное. Жоржа Пизе однажды сказал, не существует никаких разновидностей музыки, кроме двух, хороший и плохой. Вы согласны с этим изречением? Конечно. Почему? Как почему? Разве может быть плохая музыка? Она, наверное, музыка, может, плохо исполнена, но композитор, когда я писал, он же подразумевал, может быть, какой-то такой, что это будет какой-то шедевр, и если музыкант плохо ее исполнил, я думаю, что многое зависит от музыкантов, да? Ну и, конечно, и композиторы, не вся же музыка стреляет. Некоторые много пишут в стол, как говорится. Некоторые, как у нас есть такие композиторы, которые говорят, я две тысячи песен написал, ну где они? Можно написать очень много хорошей, можно музыки написать, но это будет так, музыка в стол и для себя. А есть ли у вас самое любимое произведение, которое исполняет оркестр? Самое любимое? Да у меня весь концерт любимый. Как только мы программу делаем, она для меня любимой становится. А произведение, как может быть произведение любимое? Мы постоянно работаем над разными произведениями, разными стилями. Мы что, мы играем? Мы же играем и от джаза до классики, и популярную музыку играем. Тут не может быть что-то любимое, что-то нелюбимое. А есть ли произведение, которым вы по-настоящему гордитесь? Что именно вы и оркестр исполняете именно это произведение? Знаете, когда мы играем джазовые концерты, мне очень, конечно, отрадно, что мы начали играть уже где-то приблизительно к такому, как фанку. Фанковые такие произведения играем. Мы произведения Гордона Гудвина играем, которые, ну как бы, не под силу некоторым оркестрам. Проект «Амур-река-дружба» позволит оркестру выйти на абсолютно новый уровень исполнения. И одно из этих изменений коснется именно звучание оркестра. И в первую очередь это произведет за счет введения новых инструментов. Поделитесь, какие инструменты будут введены в оркестр? Ну, это, конечно, будут введены в оркестр русские народные, так сказать, нехарактерные для нашего состава. Это Думра Балалайка, Баяна, Кордион. Ну, не знаю, как это будет, но есть такие практика. Это и Константин Арбелян, когда он работал с Дмитрием Хворостовским, они включали в свой состав именно квартет народных инструментов. Это очень украсило, я считаю, что этот состав симфонический украсило. это созвучие народных инструментов и симфонических инструментов. Я думаю, любое новое введение, как мы ввели, допустим, и Литавры, ввели и Контрабас, и Тубу, и какие-то другие характерные инструменты, это все равно расширяет и диапазон оркестра, и репертуарный план оркестра. Потому что не всегда можно сыграть, допустим, те же народные какие-то популярные, ту же калинку, так хорошо, не используя народные инструменты. Это характерная музыка, характерный инструмент, где он будет звучать более колоритно. То есть получается, что сейчас Благовещенцы знают вас в первую очередь как исполнители эстрадно-джазовой музыки, так же, как исполнители программы патриотической музыки, и сейчас еще, получается, увидят еще и народную сторону оркестра. Ну, народную, не народную, но введение народных инструментов, ну, я еще раз скажу, это привнесет какой-то колорит. Отмечать десятилетие коллектива вы начнете уже в январе и открываете юбилейный год концертной программой классической музыки «Популярная классика». Страшно ли эстрадно-джазовому оркестру исполнять симфоническую музыку? Волнительно, наверное, вот это будет как бы ближе. Конечно, не то, что мы играем там какие-то большие произведения из симфонической музыки, там, симфоники, какие-то части, концерты фортепианы, да, или там оперу, нет, конечно. Это будет популярная музыка, более, как говорится, хиты, хиты классической музыки. Это будут саундтреки из кинофильмов, что первый раз мы играем. Ну, в принципе, это вся музыка, которая написана именно для состава симфонического оркестра. Мы попробуем это исполнить, как у нас получится, это уже будет решать зритель. Название проекта, которое объединит несколько концертных программ, звучит как «Музыкальная история от Верди до Гудвина». Почему история начинается с Верди? Они начинаются гораздо раньше, например, с Вивальди или Моцарта. Ну, пока у нас нет в репертуаре Моцарта и Вивальди. Это сложная музыка, и мы же все-таки не симфонический оркестр, да? И я еще раз повторюсь, потому что мы играем все переложения, нам приходится перекладывать для нашего состава. У нас нет Гобоя, у нас нет Фагота, у нас нет Волторн, характерных инструментов для симфонического оркестра. Но такие вот переложения мы сделали, и вот что получится, не знаю. Должно получиться. Посоветуйте три музыкальных произведения, которые стоит послушать каждому. Каждому? Каждому. Ну, я думаю, что это обязательно нужно послушать «Сороковую симфонию» Монсуста. Я думаю, что это интересная музыка. Это Чайковского нужно «Щелкунчика» обязательно посмотреть. Послушать фортепиано-концерт Грига, Эдвард Григ интересный. Есть ли у вас три фаворита, которые, например, вы готовы слушать каждый день? По своей работе я постоянно что-то сталкиваюсь, и нахожу новые для себя произведения, которые, допустим, я открываю для себя. Может, когда-то учился, я их слушал на уроках музыкальной литературы, но они не доходили, да? Ну, того же Чайковского, да? Когда мы слушали в музыкальном училище, ну, так прослушали, да прослушали, там, Рахманинова там прослушивали, да? Там, Верди. Ну, это все было не то. А сейчас, конечно, когда уже сталкиваешься не просто с прослушиванием, а именно с партитурами, которые писал Чайковский для симфонического оркестра, со всем щелкунчиком, да, смотришь, и понимаешь, что это, конечно, это такой шедевр, который, мне кажется, написан раз в десять веков, на десять веков вперед, вот эти произведения, которые написал Чайковский или Рахманинов, и напишут ли такие произведения еще лет сто вперед, наверное, никто не напишет. Но вот эта музыка, вот эту музыку можно слушать всегда. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.